Послушаем стихи о вежливости, которые приготовили для нас Наташа, Настя. Это 3-й класс. Так посмотришь, вроде обычные дети пришли на урок природоведения. Но на самом деле это инклюзивный класс, и здесь учатся инвалиды. Например, Никита, у него врожденный глазной порог. Он не ходил в детский сад, потому что его одногруппники отказывались идти на контакт. И вот его родители решили отдать сына в школу с инклюзивом. Так как половина детей этого класса инвалиды приняли его хорошо. Нет неприязни в глазах одноклассников. Уроки в этом классе обычно проводит Наталья Сергеевна, директор школы номер 327. Помимо этого на занятия приходят психолог, логопед или дефектолог. Сейчас как раз урок проводит психолог Ольга Степановна. Сегодня она заменяет директора, потому что приехала съемочная группа. А это небольшое событие вызвало восторг у детей и грозило срывом дисциплины. С 1 января 2013 года в силу уступает закон об образовании, по которому в школах будут введены инклюзивные классы. Однако те, кто пишут и подписывают эти законы, видимо, не до конца понимают их последствия. Потому что классы будут разделены на две группы, и учителю придется разрываться между ними, а веснея сначала одну тему, а потом совершенно другую. Как же к этому относятся учителя и сами дети? Школа 327 – одна из 13 московских школ, в которых с 2010 года открылись инклюзивные классы. Эксперимент был начат в рамках проекта «Стрижи». И вначале учителя столкнулись с тем, что разница между усваиваемостью информации больными и здоровыми детьми очень велика. Я считаю, что это очень правильно, потому что дети должны все расти в беспарьерной среде. Потому что таких детей, которые требуют инклюзивного образования, их все больше и больше становится. Больной ребенок создает определенные трудности. Поэтому проще закрыть глаза и считать, что твой ребенок здоров. Это Настя Калмыкова. Тоже учится в третьем В-классе. Сейчас она выполняет домашние задания сразу после того, как вернулась из школы. Так получилось, что именно из ее класса решено было сделать инклюзивный. При виде новых одноклассников первым чувством у девочки была жалость. Целый год она привыкала к ребятам. Но потом она поняла, что ничем они не отличаются. Просто те дети думают несколько по-иному. Мое личное мнение такое, что я не против. Потому что вот эти дети, которые с небольшими отклонениями, или какие-то они необычные, они никакого вреда или какого-то влияния плохого не оказывают. Два, три, четыре. К сожалению, есть еще дети, которых невозможно отдать в школу с инклюзивом. Например, Миша. Он аутист. Психиатры, как один, говорили Ирине и его маме о том, что этот ребенок никогда не сможет даже просто зайти в класс. Я боюсь, что мой ребенок не сможет учиться в школе в инклюзивном классе. Если мы принимаем, допустим, этот закон и Мишу помещаем в класс с обычными первоклассниками. Во-первых, он старше и крупнее. Во-вторых, у него совершенно непреодолимы погрешности в поведении. То есть, если такой ребенок будет в классе во время обычных занятий, даже если он будет тянуть материал, своим поведением он будет отвлекать на себя очень много внимания. Ну вот, собственно, вот ребенок устал. У него как бы не хватает запаса терпения. Где бы Миша ни появлялся, он словно чужой. Катаясь в горке вместе с мамой, он вызывает пренебрежительные взгляды окружающих. Идя по улице, суждение за свои выкрики. А ведь он всего лишь радуется, потому что идет есть в Макдональдс. Нужно проехать одну станцию. Рядом с ним никто не сидит из-за странного поведения Миши. Как аутист, он привык к одной идее. Ест только в Макдональдсе. А соседние с ними столики пусты. Мы пытались получить комментарий департамента образования. Но сколько бы я ни звонила, ответом мне были лишь гудки. Инклюзивное образование из-за границы развито давно. Его цель – адаптация инвалидов в обществе. Хотя на самом деле здоровых людей учат жить вместе с ними. В России кроме инклюзивного образования для таких людей ничего не сделано. Здоровое общество не стремится сблизиться с инвалидами и наоборот проходит мимо. Так что развитие инклюзивного образования в нашей стране под большим вопросом.